Мы слушали Кадху повествование о Гириадже Гвардане. Во время Смедневной Багават Кадхи также обсуждается ли Лилы, связанные с Гириаджем Гварданом. Зачем Кришна поднял Гириадж Гвардан? Чему Он хотел научить этим? Наши Госвами называют четыре причины, почему Кришна поднял Гириадж Гвардан. Первая причина. Кришна хотел остановить пуджу поклонения Индри. Кто такой Индра? Царь Сварги, то есть царь Небесной Обители, глава полубогов. Кто является царем полубогов? Индра. Враджават поклонялись Индре, но Кришна объяснил, что в этом нет никакой необходимости. Почему? Потому что именно Гириадж Гвардан тот, кто обеспечивает врач всем необходимым. По милости Гириадж Гвардана в Раджавайстве живут, получают воду. Благодаря Гириадж Гвардану растет трава, коровы кушают траву, дают молоко, а из молока получаются йогурт, малай, масло и другие молочные продукты. Из чего они, из чего их делают? Из молока. А изначально, в чем причина того, что есть молоко? В сочной траве, которую едят коровы. А трава благодаря Гвардану существует. Гвардан задерживает, он очень высокий, он задерживает облака, поэтому идут дожди и растет сочная зеленая трава. Поэтому Кришна сказал, что Аратхи, наше поклоняемое божество, это кто? Гириадж Гвардан. Его называют царо-абишто-брадата. Это означает, что Гвардан может исполнить любые желания. Поэтому многие совершают парикармы вокруг Гириаджа Гвардана. И Кришна сам следует по стопам таких людей. И думает, эти люди с таким трудом совершают парикармы вокруг моего Гириаджа Гвардана. Чего же они хотят? Как мне исполнить их желания? Гириадж Гвардан настолько милостив, что может претворить в жизни все наши устремления. Поэтому первая причина, почему Кришна поднял Гириадж Гвардану, Он хотел остановить поклонение Индре и объяснить, что нужно поклоняться только Гириаджу Гвардану. Кроме того, Враджавази не должны поклоняться Гвардану, не должны поклоняться Индре, только Гвардхану. Кто такие настоящие Враджавази? Не просто те, кто физически живут во Враджи, а те, кто все предложили Кришне. Для кого Кришна их жизненный воздух, богатство их жизни. Вы живете в Барауте, но вы подлинные Враджавази. Почему? Потому что вы совершаете Кришну Бахте, повторяете имена Господа. То есть хотя бы физически в Барауте, но на самом деле вы Враджавази. Вы подлинные жители Враджа. А, например, если вы зайдете в храм Банки Бихари, побудете там какое-то время, приедете домой и потом не нарушите кошелька, это значит, что у вас кто-то его украл. То есть такие воры, которые живут во Врадже, заходят даже в храм Банки Бихари, но воруют там, на самом деле не Враджавази. И Кришна думал, Враджавази – это мой жизненный воздух. И что же они делают? Они оставляют меня поклоняться какому-то полубогу Индре? Нет, так не должно быть. Нужно кому поклоняться? Только Гириаджи Гвардану. Враджавази должны поклоняться только Гириаджи Гвардану. Кроме того, Гвардан – это сам Шри Кришна. Вторая причина, почему Кришна поднял Гвардан. Кришна думал, что Враджавази – моя жизнь, но так тяжело встретиться с Гопи, с Радхарани. Что же мне такого сделать, думал Кришна, чтобы побыть вместе со всеми Враджавази? Я хочу устроить праздник, например, на 7 дней. И поэтому, по его желанию, Индра послал дожди, Кришна поднял Гвардан, и под Гварданом укрыли все Враджавази. То есть Кришна мог побыть вместе с Враджавази. Ради этого он поднял Гириадж. Вместе с Враджавази пришла, конечно, и Радхарани. У Радхарани такая према. Прабхатананда Сарасвати описывает и любовь к Радхарани. Когда Радхарани из уголков глаз смотрит на Кришну, то павлиня-перо спадает с головы Кришны. Питамбара спадает. Флейта выпадает из его рук. И поэтому, когда Радхарани подошла к Гириаджу Гвардану, то, увидев ее, Кришна, который уже держал Гвардан, начал пошатываться под влиянием премы, любви Шримати Радхарани. Видели Гириаджу Гвардан? Кто видел? Все видели. Какой же большой Гириадж Гвардан? Он очень большой. И такой большой Гириадж Гвардан Кришна держал. Причем, как Кришна держала, все в Раджавасе были под Гириаджу. И поэтому Кришна, когда начал покачиваться, Сакхи и его друг здесь сказали, «Эй, ты что покачиваешься? Ты если не будешь держать Гвардан, он упадет на нас. Ты почему на Радхарани смотришь? Давай, не отвлекайся. Держи Гириадж Гвардан, потому что мы все стоим под Гириаджу. Не смотри по сторонам». Итак, вторая причина. Кришна хотел 7 дней побыть с Раджавасе, устроить большой праздник. Поэтому Кришна устроил так, что Индры, разозлившие, что ему перестали поклоняться, наслал дожди. Кришна поднял Гириадж, и все Раджаваси укрылись под Гириаджем. Третья причина. Для чего он поднял Гвардхан? Разрушить гордость Индры. Индра возгордился. «О, Раджаваси, мои подчиненные, я главный. Если я не буду посылать дожди, все не умрут». Ведь если не будет дождей, не будет травы. Если не будет травы, то что будут есть? Коровы. Если коровы ничего не будут есть, откуда возьмется молоко? А если не будет молока, что Раджаваси будут делать? Поэтому, Раджаваси, в моем подчинении, я их господин Владыка». Кришна подумал, «Ничего себе, ты, Владыка Раджаваси, что ты себя возомнил, Индра? Стих, где описывается слава в Раджаваси, что каждый отпечаток стопы Шиматери Адарани подобен многочисленным проягам, что многочисленные каши присутствуют в неконжах. Во Вриндаване нет необходимости в сварке, в райской обители, в оповарке, в воспроизведении следаний, потому что они в Раджаваси, они обладают высшей славой. Даже одна пылинка в Раджа может привить бесчисленные вселенные. Брама, сам творец мироздания, молится о том, чтобы лететься за пределами Раджа, как камешек, чтобы женщины вытеряли о него ноги, и он благодаря этому получил пыль с охотностных стоп. Кто об этом молится, просит? Брама. Аудова чего хочет? Стать травой, лечебным растением, кустиком. Лакшми сама сидит в Былване до сих пор, а скет засовершает. Такова слова Враджа. И Кришна думал, а этот Индра кем себя возомнил вообще? Ничего себе у него гордыня. Даже одна пылинка может проявить его бесчисленные райские обители. Что о себе там Индра думает? Таково могущество даже одной пылинки во Врендаване. И поэтому Кришна устроил так, что Индре перестали поклоняться. Ведь раньше ему так много подношений делали. Например, если у вас праздник дома, вы шакпанир, малпуа, другие подношения сделаете. А Индре все Враджаваси пригласили вкусные угощения. Но Кришна устроил так, что все Враджаваси, все эти многочисленные подношения не предложили Индре. Он уже перестал раз в год получать эти многочисленные угощения. Кришна сказал, не надо тебе все эти вкусности получать. И объяснил Враджаваси, хотите предложить кому-то эту пхоку эти подношения, предложите лучше Гавардану, чтобы он благословил нас. Поклоняйтесь лучше Браманам, сказал Кришна, чтобы по их милости все было благополучно. А вот Индре не надо поклоняться больше. Четвертая причина Кришна хотел явить Раса Лилу. Но без Враджакопи как являть Раса Лилу? Это невозможно. А Враджакопи нужно было сначала привлечь, завоевать их сердца. Поэтому Кришна что сделал? Семь дней держал Гириаш-Гавардан, который размером семь крош. И Кришне тогда было всего семь лет. И как он держал? Левой рукой. И не просто левой рукой, мизинчиком, который слева палит, получается. И не просто мизинчиком, а кончиком ноготка. Огромный Гириаш-Гавардан Кришна держал на своем ноготочке. И когда в Раджавасе Враджакопи увидели, как Кришна держит Гириаш-Гавардан, они были поражены. Ничего себе, какой сильный, могущественный Шри Кришна держит такой большой Гириаш-Гавардан. Все были привлечены его силой и красотой. Всего лишь мизинчиком держит такой большой Гавардан. И Гопи отдали свои сердца Шри Кришне. И Кришна смог потом являть с ними раса лилу, поэтому. Индри потом понял, что он был неправ, поэтому он пришел в Новодвипу. А вы были в Новодвипе? Кто был в Новодвипе? Там есть урабхи конджи. Кто там был? И место называется Годрума. Годрума, что значит Го корова. Друма это врикша дерево. Под этим деревом Индри сидел, раскаивался и совершал скезы. Затем он получил дальше Махапрабху и обрел милость Новодвипа Дхамы. Сегодня поэтому мы поговорили немножко о славе Гириаджи Гвардана. Потом будет парик вокруг Гириаджи и потом праздник закончится. Махапрабху